привет 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 а что там что там что там что там происходит а там блинчики алинка жарит а тут сыночек уже проснулся в общем у нас утро 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 вот мы собираемся завтракать я уже себе завтрак сделала меня овсяно блин сварила кофе и сейчас овсяно блинчик по сверху помажу вот такой вот вкусной пастой кальмар с креветками очень она мне нравится в общем завтрак у снятина проснулась сегодня 9 часов даю себе все-таки выходной поспать потому что вот летом мне намного проще встать пораньше а зимой как-то чего-то сейчас уже время полдесятого у нас на сегодня не вообще на выходные сегодня мы как всегда у нас с алинка будет субботний шопинг нужно будет походить по магазинам в том числе и по продуктам затем мы хотели съездить в магазин у меня хочу себе платье купить на карте зайдем может быть магнит косметик мы посмотрим можем короче говоря сегодня шопинг со всеми вытекающими что-то будем в магазине снимать если не получится покажем дома когда купим а завтра мы планируем нарядить елку у нас тут детки 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 сейчас тоже будут завтракать мне не нравится что-то патчи сегодня не сделала и прям мешочные такие редко такое бывает есть летом льдом хорошо их выбирать сейчас холодно ну ладно девчонки буду завтра решили сегодня поехать на машинке по магазинчикам игорёшка мне вот уже машинку греет разогревает а не знаю да а там наверное это стекла не промоется еще да не растаяла вода погодка у нас но можно сказать что зимняя немножко снежок припорошил кое-где еще есть кое-где уже растаял но ничего настроение все равно новогодняя дай горешь а елку поставим вообще будет супер сейчас жду алинку поедем покатаемся погуляем ой а мы уже в машинке сидим она уже тепленькая нагрелась забыла сказать что сегодня суббота 14 декабря и сегодня мы решили на машинке на шоппинг отправиться надо ее немножко прокатнуть а то она стоит стоит работа у меня рядом поэтому поэтому сегодня решили поехать на шоппинг на машине вот берем вас с собой берем вас с собой и увидимся всем хороших выходных едем в машине тепло хорошо рассказала жарко уже не знаю есть еще немножко будет . работать магнит косметик едем сначала все как бы по ходу следования рационально выстроили себе маршрут едем едем далекие края хорошие соседи хорошие друзья так пропускаем пропускаем машинки пропускаем и поворачиваем все по своим делам все по своим делам правда что у нас суббота несмотря на то что мы хотим выходной мы все по своим делам все хорошо ну ладненько оставайтесь с нами приехали в торговый центр светофора тут такая красота кругом какие красивые сувенирчики были мы в фикс прайсе но можно сказать съездили в пустую смотрите какие красивые игрушки вообще супер да алина да олень а он еще мне вон та сова нравится ага красота ага такая глазистовая ну конечно настроение новогоднее потому что такая красота все украшено к новому году вот так все красиво какие огромные шары сейчас будем подниматься мы вам покажем здорово поехали на второй этаж сейчас мне тоже нужно заснять а давай на первом этаже решили зайти сразу в Остин посмотрим что здесь есть а потом уже как рациональный у нас маршрут ой тоже новый год новый год где новый год шапку верит как считаете я же понимаю что наша зима сейчас немножко не соответствует но может купить может купить посмотрите какая теплая шапа никакие ухи никакие морозы ухи ну ладно посмотрим что скажут наши девчули поднимаемся на второй этаж сейчас я вам сверху красоту покажу вообще здорово нарядно ага шары прям классные это ж надо так помогать олень да вообще олень олень супер уже отчаялась думала не куплю себе но так получилось что я купила себе платье померила все мне понравилось но покажу я вам его дома да не дома когда буду покупочки показывать покажу дома все намерилась дома под туфельки все как положено вам покажу оцените нашла ура теперь идем в фан-дэй только что-то в последнее время он мне разонравился ну посмотрим может быть сегодня повезет так но сегодняшний поход по магазинам как-то нам больше понравился вот покажем вам дома что купили я себе купила платье на корпоратив и на утреннике и алинка купила себе платьюшка да поэтому дома вам померяем кстати алинки на платье и мне в принципе нормально и на мне нормально сидит ну сейчас как обычно по закону жанра у нас перекусик едем не знаю где будем сегодня перекусывать крошки картошки или в макдональдсе я за макдак ты за макдак а я вот за это мне так красота это нравится вообще ну ладно иногда можно и неправильно поесть перекусить ладно идем перекусывать и едем дальше ой здесь запахи такие просто просто пипец просто пипец а потом кстати вот же зайдем мы еще вот же не были вот здесь что-то открылось новенькое такое красивенькое так ну ладно идем в макдак не могу сказать что я от этого в восторге но идем в макдак смотрите в макдональдсе поменялись столы и стулья классненько вот сейчас мы сюда и присядем пока а вон еще столик свободный смотрите так здорово весело веселенько стало в общем новые стулья столы класс а вон там вон вон столик вон в уголочке вот наша вредная еда сейчас будем разгребать ах какая вредная у нас еда ну ничего мы сегодня погрешим немножко зашли в магазин отжи посмотрим что у нас в отжи есть интересненького интересненького смотрим дочь что тут есть какая ну наверное уже когда что-то себе купил уже как-то смотрится на все другое по-другому так просто ходим глазеем не знаю что купим не купим сейчас и горешки хочу купить еще тоже водолазочку но это мы спустимся в остин я там ему присмотрела ковтюшка симпатичная руки заняты не могу вам развернуть показать ее такое качество неплохое по заказу гости телерадио и телевидения как я это говорю едем сейчас в магазин чаруе просили меня по просьбе моих скажем так телезрителей зрителей сделать обзор этого магазина поэтому сейчас пойдем и покажем что там есть а я кстати платье себе купила вот в этом магазине называется лалина кто не знает я очень много там себе покупала вещей на выход на мероприятия какие-то мне очень нравится так да что вы хотели да 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 я поняла сейчас минуточку так вот этот магазин и попробую сделать обзор обзор здравствуйте так даже не знаю с чего подержи мой буховик ну вот например вот кофточка а блестючки блестючки нас интересуют блестючки блестючки о вот такое платьечко классненькое но мне не нравится качество но это потому что стиль пиджак платье пиджак кстати цены вообще очень даже приемлемые я в лолине тоже купила платье ну вот примерно примерно с блестюшками что-нибудь есть тут у вас с блестюшками с пайетками с пайетками да а вот жакет платье ага спасибо ну это знаешь как бы ага и вот такой пиджак угу спасибо ну ну вот такой да как он сидит то хоть здравствуйте здравствуйте так а вот платьюшка какое-то интересненькое интересно сложно какую-то вот по-моему самое главное такое есть да ну вот а вот на манекене сниму сейчас вот на манекене очень красивое платье вот вот блестяшки еще здесь кому нужно девчонки вот такая юбка вот такая юбка сзади на замочке и к ней я так понимаю ну или не к ней вот такое-то как бы не знаю платье пиджак как он алинка подсказывает платье пиджак в черном варианте я уже вам показывала девчонки я так понимаю что вот эта кофточка она тоже идет как бы наверное под этот костюмчик типа троечки такой получается ну вот я и говорю как тройка а вот эти красивошные платья на манекене я сейчас показывала вам мой ну здорово вообще в пол оригинально сзади такая вот спина она длинная и цена этого платья 7000 в принципе вообще вот такое вот еще здесь есть платье так стоит вообще ничего не стоит очень приемлемая цена так это пояс вот он на пуговках на таких и вот такой вот стиль если кому-то нравится вот платье тоже сзади так или спереди это а сзади бан сзади да вот так сейчас посмотрим цену этого платьюшка бан сзади цена 5 490 кстати интересная моделька да нет нет оно такое как атлас шелк да сейчас издалека его вот так ну вот такие вот здесь модельки в общем блестюшек мало очень но форан но тут такая сзади бешеная пробка сейчас точнее не знаю как буду выезжать и впереди пробка бешеная почему уже суббота ладно как нибудь как нибудь как нибудь сейчас будем выезжать сейчас прогреется немножко ой сейчас покажем вам что накупили шопик подался да будем пытаться будем пытаться выезжать потихонечку это она и мы можем испустить на вот вот мы и и что Выехали. Ура! И едем. Вот это мы погуляли. Вот моя обновка, которой я очень довольна. Это платье. Я сразу решила под туфли. Конечно, нет прически и нет вечернего макияжа. Ну, как бы вот такое оно интересное. Такого еще в моем гардеробе не было платья. Сейчас я вам покажу. Вот это с поясом. Пояс тут вот как-то вставляется интересно. Сейчас я покажу вам без пояса. Напишите мне, пожалуйста, как лучше. С поясом или без пояса? Так, вот оно без пояса. 48 размер платья. Такой вот необычный цвет. Игореш, ну зайди, зацени. Дорогая редакция сказала, что классно. Ну вот. Остальные покупки сейчас покажу. Вот такое вот классное приобретение я хочу еще вам показать. Девчули и мальчули. Это кварцевая лампа. Ну, для меня лично кварцевая лампа, это вот я помню в больнице, когда еще вот в подростковом возрасте лежала, включали кварцевую лампу, нас выгоняли с палаты. Она такая синяя, фиолетовая была. А эта лампа, это такая лампа, которая может работать, и в это время в помещении можно находиться. То есть она, скажем так, безвредная кварцевая лампа. Воздух идет вот отсюда, если вы слышите, работает. И вот там вот я уже вижу вот такой вот как бы светло-фиолетовый цвет. И пахнет. Воздух здесь действительно пахнет кварцем. Вот приобрели, но что мы тут все в одной комнате как-то, поэтому сейчас действительно, чтобы я вон чего-то чихать начала, кстати. Надо сейчас носик брызнуть. Вот. Ну, в общем, ну, эта вещь нужная, тем более она такая эстетично смотрится. Она даже, знаете, сейчас я выключу свет, она даже как ночник может служить. Смотрите, как классно. Единственное, что вот она как бы громко работает. Вот такую вот еще нужную покупку мы сделали. Я считаю, что это очень правильно. В холодное время года, опять же, осень, зима, да даже вот весна, после того, как после зимы более ослабленный организм, я считаю, что очень правильно вот иметь такую лампу. Вот. Так, сколько стоит? Стоит это, значит, как она называется? Вот упаковка от нее у тебя, Алиш? У кого? От лампы? Да. Ой, ну, конечно. Ну, ладно, в общем, не помню, не знаю, как она называется, не знаю даже, где ее мы... Вообще называется Здоровье дома. Здоровье дома. А не знаешь, на каком сайте папа брал ее? Потому что нам курьер ее доставлял, заказывал Игорешка. Стоимость такой лампы 5000, а вот с какого сайта я не знаю, но если, короче говоря, если кому-то будет нужно, вы пишите в комментариях, я тогда по подробнее Угорешки узнаю, и вам все напишу и расскажу. Ну, вообще написано на упаковке, могу сказать, www.ar, нет? А, вот, я сейчас сниму упаковку. Вот она, эта упаковка Здоровье дома. Ну, а мы продолжаем обзор наших покупок. И сейчас мы вам покажем то, что купили в магазине Перекресток. На самом деле, в Перекресток мы ходим крайне редко, вот крайне. Вот, просто сегодня, так как мы были в торговом центре Светофора, Перекресток находится там, на первом этаже, мы решили, что в Дикси в Пятерочку мы сегодня не поедем и спокойно погуляем по Перекрестку. Это тоже достаточно интересный и большой магазин, но там немножечко разнятся цены с Дикси, с Пятерочкой, с Магнитом тем же. Но у нас была карта скидочная, в общем-то, мы ее воспользовались, и поэтому решили, что пойдем туда и так сэкономим время. Вот, и, в принципе, не пожалели о том, что сходили. Там очень большой выбор хлеба, и хлеб очень вкусный, выпечка очень вкусная и свежая. И вот Алинка, она очень любит, с Дениска, они любят вот такие вот батончики, багетики, сверху посыпаны сахарной пудрой. Алинка с чаем, а Дениска с кофе очень любят вот такие вот штучки. Вкусные, я сама такие очень люблю, и даже, вы знаете, обязательно попробую. Вот такой вот хлебушек взяли. Так, еще из выпечки взяли, они тоже любят вот такие вот слоенки, знаете, из слоеного теста с клубничкой, с вишней, вот такие вот булочки тоже. Ну, я к булочкам на самом деле могу, но батон люблю больше такой. Так, дальше, магазин Перекресток. Решила попробовать, вот купила, никогда не покупала. Увидела добавка в чай. Это чабрец, сушеный, измельченный, тонизирует, избавляет от усталости и восстанавливает силы. Помогает в лечении простудных заболеваний. Мне кажется, вот на период холодного времени года, вот осень-зима, добавлять его в чай, мне кажется, не будет лишним, во всяком случае, точно. Вот, девчонки, я не называю цен, потому что, честно говоря, я не знаю, я, по-моему, уже даже выкинула чек, но говорю, что цены разнятся с Пятерочкой, с Дикси, там подороже, не намного, но подороже. Вот, поэтому я даже не хочу на них зацикливаться, купили, и слава Богу. Я туда редко хожу, поэтому... Так, вот такие вот Алинка купила, любит она вот такие вот хлебцы ржаные. Вот, очень мы любим вот такие вот каши. Я уже говорила, рисовую кашу я варить не умею. Поэтому мы покупаем... Ну, Алинка такую ест. Я вообще как-то к рисовой каше в охотку могу там, когда-никогда. Вот, а она на завтрак любит такие кашки. Ну, вот, взяли. Очень я люблю белевский зефир, как я уже говорила, и белевскую пастилу. И вот, взяла попробовать, она была там по акции, вот такую белевскую пастилу. Она выглядит... Сейчас покажу, как она выглядит. Сейчас, кстати, поставлю кофеек. Под кофеек попробуем ее с вами вместе. Она свежая, достаточно свежая. Вот, то есть она не дубовая. Классическая яблочная пастила. Ручной работы. Ну, я вообще люблю белевский зефир и белевская пастила. Вкусная. Конечно, может быть, коломенская вкуснее, потому что коломенскую я тоже пробовала. Я брала ее прямо на фабрике пастилы, вот, когда мы ездили на экскурсию. Но белевская тоже очень вкусная. Так, сачок, фрута няня. Ну, это такие, знаете, житейские покупки, я их называю. Вот такие вот пюрешки Алинка очень любит. Она прям вот может, сидя за компьютером, за телевизором, прям как водичку попить. Так, ну и, конечно, куда же без конфет. Ну, эти конфетки я вам показывала. Это сладкое созвучие. Вот, Ротфронт батончики у нас Алинка любит. Вот я вам показывала чернослив, конфеты, да, в шоколаде. А это точно такие же, только абрикосы в шоколаде. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, точно такие же, только абрикосы в шоколаде. Тоже очень вкусные конфетки. Это тоже для нашей волшебной вазочки. Кстати, что-то мы хотели чернослив взять. Так чернослив и не взяли. Коровку купили, вот такую вафельную конфетки тоже. И взяла попробовать вот такие конфеты, птичье молоко. Вот, не знаю. Сейчас вот будем пить чай, попробуем. Это вот новенькие такие, не брала конфеты. Так, едем дальше. Нарезочку колбаски очень вкусной. Брангшвейгская. Перекрестки взяли. Платочек здесь 156 грамм на 140 рублей. Вязанка там была по акции. Колбаску тоже взяли. Вот, йогурты вот такие. Линка взяла, да, ну, клубничные себе. И, девчонки, я решила уже взять хренок. Я решила взять уже тарталетки. Всегда брала тарталетки. Знаете, такие корзиночки из песочного теста. Но, Игорюшка их не очень любит. Во-первых, они сладкие. Во-вторых, тесто липнет к зубам. И, ну, он говорит, я их не люблю. А я не люблю бутерброды с икрой. Мне больше нравятся тарталетки именно с икрой. И вот я купила в этот раз тарталетки из слоеного теста. Вот такие вот маленькие. Две упаковки. Цена за упаковку, просто помню, скажу, 209 рублей. Ну, это, видимо, потому что так упаковано. Они тут поменьше. И вот такие вот за 179. Тоже слоеное тесто. Они побольше. И очень часто, как я уже показывала, мы покупаем крем фиш кальмар, антартик криль, вот эти вот креветочные кальмаровые пасты. Вот на завтрак с вот этими тарталетками, мне кажется, под сладкий кофе или чай будет вообще исключительно замечательно. В общем-то, я поэтому и купила две пачки вот таких. Но это пойдет на новогодний стол. И две пачки вот таких, это именно вот есть сейчас. На завтрак, да и так на перекусочку. А может быть, одну пачку оставлю и на Новый год. Но решила уже взять. Далее, девчонки, в магазине Магнит Косметик, как всегда, я обязательно купила свои любимые салфетки, посуду мыть, вот, которые хорошо впитывают. Вот покупаю лучше. У меня они есть, но лучше пусть будут еще, потому что они вот только в этом магазине. В Магнит Косметик купила, у меня закончился дневной крем. Купила в этот раз черный жемчуг 36+. Ночной еще есть, а дневной закончился, вот, обязательно. Купила себе вот такой дезодорант. Я не помню, показывала я вам свой прошлый дезодорант. Мне он не нравится. Вот этот намного лучше. Он намного дольше действительно сохраняет приятный запах, скажем так. Ну, в общем, он действует лучше, чем тот, которым я сейчас пользуюсь. И я не помню, говорила я вам или нет отзыв о туши Вивьен Сабо Кабаре, но я ее купила еще раз. Вот, черную. Еще раз, потому что вот она у меня уже заканчивается. Думаю, куплю еще раз. Мне очень она понравилась. Очень. 399 рублей стоит, но мне она очень понравилась. Очень хорошая тушь. Вот. И в фикс-прайсе мы купили Марина, не нашла я оленей. Вообще, я все так разбираю сейчас в фикс-прайсе. Это вот случайно нашла в том же... Вру, не в фикс-прайсе, в перекрестке. Вот, была одна единственная. Ну, куда-нибудь сейчас наклеим. Если еще встречу до Нового года, обязательно куплю. Вот такие наклеечки. Мы их обычно наклеиваем на стенку, которая у нас... Где стекло? На дверь, где стекло? Ну, вот, собственно говоря, и все покупки. На сегодня, не знаю, буду этот влог выставлять сегодня или уже выставим завтра его. Сейчас еще сходим в гости к дорогой редакции. Обязательно посмотрим, что она делает. И буду пить чай с пастилой. Позову вас с собой. Покажу вам без пакета, какая пастила. И вот эти вот конфетки мы с вами вместе попробуем. Что там за начинка. Покупаем их, чтобы знать уже, какие конфеты покупать к Новому году. Так что, останавливайся. Плохо тебя слышно, но ладно. Дорогая редакция передает всем большой-большой привет. Так, ну что, чем нас будет баловать в этот раз, дорогая редакция? Рассольничек у нас уже готов. Вот такой вот вкусненький. Это тут укладывается, это как в прошлый раз ты делал, да, под сыром, да? Под майонезом, картошка в духовке будет. Красота, красота, красота. Без майонеза только сыр? Отлично. И вот готов уже гуляш. Класс. А что-нибудь, дорогая редакция, печь в эти выходные будет? Это очень интересно. Что? Еще не знаешь? Завтра расскажешь нам секрет. Ну ладно. Номер три вообще на улице днем не появлялся. Спасибо. У нас сегодня поздний перекус, и под кофеек сделала себе кофе, правда, неживой, растворимый, с молочком. Давайте попробуем тарталетки. Я по-честному скажу, вкусные или нет. Вот такие тарталетки будем пробовать, знаете, с чем? Вот с таким кремом это тоже очень вкусно. Есть антартик криль, креветочный, а это крем-фиш кальмар, он тоже с креветками. Давайте попробуем. Мне кажется, вот со сладким кофе, чаем на завтрак это очень вкусно. Ну, знаете, если на стол положить такое, понятно, что с икрой будет вкусно, да, как мы обычно в тарталетку кладем кусочек масла сливочного и икру. Тоже это понятно, что это по-королевски. Но вот так, мне кажется, тоже будет очень вкусно. Сейчас попробуем. Оно само по себе, вот этот вот крем, он сам по себе вкусный. На самом деле, вот тарталетки из слоеного теста, я вообще люблю слоеное тесто. Оно на самом деле не прилипает к зубам, и оно не сладкое. Какой-то, может быть, даже мини-салатик туда можно положить. Тоже, мне кажется, перетертую морковку с чесноком, с майонезом, сыр с чесноком, с майонезом, даже свекло, да все что угодно. Но вот с этим кремом обалденно вкусно. Так что, тарталетки мы с вами протестировали. Идем дальше. Я сейчас тут натестируюсь. А потом буду говорить, а может быть, весы врут? Сейчас будем тестировать пастилу. Ну, я знаю, что она вкусная. Сейчас покажу вам. Вот такая пастила, она как тортик, как будто бы, да? Но сладкая, а главное, полезная. Давайте состав почитаем. Девчонки, состав. Яблоки, сахар, яичный белок. Все. Яблоки, сахар, яичный белок. В 100 граммах продукта. 337 килокалорий. 89,2 углеводов. И 1 грамм белка. Вот так. Здесь 200 грамм. То есть не здесь. Вот здесь. Вот здесь было 200 грамм. Но она очень вкусная, реально сладкая. Но, если честно, колобинская мне понравилась больше. Остались конфеты. И точно на весы сегодня не пойду. Ну, ладно. Я себе сказала, что до праздников, Юлечка, кушай. В праздники, Юлечка, кушай. Ну, а после праздников уже можно немножко в форму прийти. В порядок себя привести. Ой, нагулялись. Ждем дальше. Немножко передохну. Пробуем дальше. У нас осталось две конфетки. Бусинка прилетела пробовать пастилу. Пробуем конфетку птичье молоко. Птичье молоко, но есть птичье молоко. Ну, вкус тоже. Да. Как птичье молоко. Девчули, только не смейтесь. Я напробовалась. Наверное, так, что ужинать не буду. Алинка тоже пробует тарталетки. Алин, ты где? Сейчас буду пробовать. Помоги, пожалуйста. Она открыта. Ну, и крайняя проба на сегодня. Это то же самое, что я вам показывала с черносливом. Только это вот такая конфетка с абрикосом. Абрикосик, смотри. Очень вкусно. Мне вот даже с абрикосом нравится больше. Вкусно. Обалденно вкусно. Там орешек выглядывает. Ну, и вот Алинка тоже попробовала. Да, Алин? Где-то есть тарталетки. Слоеные. И действительно, они намного вкуснее. Они именно вот для закуски. Это правильные тарталетки для соленых закусок. Вот так. Да, для не сладких закусок. Наверное, правильнее было сказать так. Ну, все. Я напробовалась. Я уже, можно сказать, поужинала. Очень вкусная пастила. Сейчас еще у Алинка скажет свое, как бы, мнение по поводу пастилы. А я вам хочу показать. У меня подруга ездила в Доминикану. Привезла мне тоже вкусность. Привезла мне вот такой вот горький шоколад. Да, сколько здесь? 84% какао. Но я его пробовала. Вот его сколько осталось на самом деле. Очень вкусный. С такой кислиночкой какой-то вот отдает. Есть такая кислиночка. Вкусный очень шоколад. Спасибо ей большое. Вот такой вот магнитик. Были они в Пунта-Кана. Магнитик. Но самое интересное, девчонки, она мне привезла настоящие какао-бобы. Вот такие вот какао-бобы. Я еще не открывала. Она герметично закрыта, крышка. Здесь ни слова по-русски. Вообще абсолютно ни слова по-русски. Вот такие вот какао-бобы. Я у нее спросила, что с ними делать. Она говорит, можно оттереть в шарлотку добавлять. Можно выпечку там. Вот тоже пирожное картошку, которую я делаю. Только единственное, это же настоящие, они горькие. Вот. Но попробую. Вообще, Игорешка сказал, что это классная штука. Поэтому, если вдруг кто-то уже что-то делал вот с этими штучками, вот с этими штучками, расскажите мне, пожалуйста. Они прям такие огромные. Я сначала подумала, труфельки. Обрадовалась. А нет, какао-бобы. Вот такое вот стопроцентное какао настоящее из Доминикана. Будем пробовать. Ой, кажется, все я вам рассказала, все показала. Алина, тебе как пастила? Очень вкусно. Вот второй кусочек отрезается. Второй кусочек отрезается. Ты что прячешься там? Покажись. Да вот она я, не прячусь. Просто пастилу. Ладно, ладно, не будут тебя смущать. Все, девчонки, на сегодня все, наверное. Если я его выложу, этот влог, хорошо. Нет, значит, завтра выложим, как всегда, просто двух выходных дней. Все. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok